Детский сад Ласточка Завершаются плановые посещения детских садов главой администрации муниципального образования город Десногорск Вячеславом Владимировичем Седунковым. В прошлый четверг 11 декабря глава администрации в сопровождении председателя комитета по образованию Риммы Александровной Овечкиной посетили детский сад «Ласточка». Заведующая детским садом Любовь Петровна Бойкова тепло отзывается о дружном коллективе детского сада, его воспитанниках, их родителях и шефах. Шефы коллектива «Смоленск Атом Энергоремонт» и «Е4 ДМУЦ» постоянно помогают детскому саду. Работники «Элса» заменили светильники в группах. Благодаря финансовой помощи депутата третьего созыва Александра Ивановича Акишонкова в трех группах установлены пластиковые окна. Остальные требуют замены. Депутат Терлецкий Анатолий Александрович помог с приобретением новой стиральной машины для прачечной детского сада. Мы посетили музыкальный зал, кабинеты логопеда и психолога, медкабинет, кухню, физиопроцедурный кабинет и просторный спортивный зал. Эта группа у нас дополнительная, которую мы открывали, вот здесь у нас корпус, она оборудована, сделана ремонт. Здесь очень хорошая, большая группа, правительам нравится. И здесь творческие у нас педагоги. Если вы видите, почти живого места нет на стенах, им все хочется, что-то не новое увидели, что-то новое, интересное узнали. Они стараются все это воплотить в своей группе. Педагоги у нас, конечно, молодые, умницы. Оборудованы, кабинеты оборудованы достаточно хорошо. Мы приложили к этому немало усилий. Мы дважды стали победителями в конкурсе социально значимых проектов «Круссатами». Выиграли два проекта и, соответственно, кое-что оборудовали. В том числе компьютеры, пожалуйста, к серых. Так что мы молодцы стараемся. А детям что-то досталось? Конечно, в группе номер 8 мы оборудовали целую мини-лабораторию. Вы сейчас это увидите. Это по экологии, да? Да, это вот Ольга Алексеевна Добринна работает по экологии уже много лет. Там и микроскопы, там вы увидите и центры, и жидкокристаллические телевизоры, DVD-плееры, и магнитные доски. Там оборудовано все. Вот эти два конкурса, да. Все, что мы делаем, мы оборудовали на детей. Хорошо, мы что-то. И хотелось бы заметить, что наши дети несколько раз уже являлись победителями различных конкурсов различного уровня. Это был уровень и муниципальный, и региональный, и всероссийский, и даже и подвородный. Естественно, и подготовили наши подорожки. Детей сейчас очень много со всякими проблемами. Развитие эмоций. Да, развитие эмоциональное, волевое, подготовка к школе. Вот современная, естественно, доска есть использована в своей работе. В общем-то, рабочее место было. Да, да, да. Там уже место, здесь место для подкрупповых занятий, а здесь для индивидуальных занятий. Они равняются по сменам. Да, вот кабинет делим вдвоем, поэтому приходится. Здесь могут и родители посетить, они тоже для них дольное время делим. А то, если они приходят, они могут проконсультироваться. Вы родители в части психолога, да, консультируются? Ну, почему? Да, да, да. В детском саду требуется частичная замена линолеума. В двух группах есть проблемы с отоплением. В одной необходим косметический ремонт. Попросите, чтобы родиться в конце концов один очень важный для вас документ. Схема теплоснабжения вашего садика, схема отопления. Схемы живые и актуальные нет ни в одном садике. Я сколько пытаюсь их добиться? У нас мы дали ему схему, да? Она уже не за этот, после седьмого года, да? Я про это и говорю, что надо актуальную схему сделать, актуальную нарисовать. Тогда будет понятно, как, что, где регулировать, как потоки идут вообще, чтобы анализ можно было. Ну, какое-то дело. Пока взрослые думают, как решить проблемы и улучшить работу детского сада, дети и воспитатели с увлечением делают украшения на ёлку, ожидая волшебного новогоднего праздника. Субтитры создавал DimaTorzok В этом году Десногорский храм, названный в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость, отметил свой 25-летний юбилей со дня открытия. По поводу такого знаменательного события в Доме детского творчества 26 ноября прошел второй городской литературно-музыкальный конкурс «Православная моя Русь». Мой храм, меня встречает тишиной, где свежий воздух, древних стен прохлада, вся суета осталась за спиной, души уставшей церковь как награда. Здравствуйте, уважаемые гости и участники второго городского литературно-музыкального конкурса «Православная моя Русь». Подобный конкурс проводится у нас в Десногорске уже второй год под руководством помощника-настоятеля по религиозному образованию и катехизму «Храма всех скорбящих радость» Марины Владимировны Сметаниной. В нем принимают участие дети нашего города в четырех возрастных категориях – воспитанники детских дошкольных образовательных учреждений, учащиеся школ и Дома детского творчества. По следующим номинациям – художественное чтение, вокальное искусство, инструментальная музыка. Как свечечка наступит, привыкай, что ты свеча, да как свечка Богу нужен, твоя вера горяча. Пусть горит душа, как пламя, пламя ровное от свечи, а заплачешь над грехами, будут глаза горячей. Слезы, вроде капли воска, и прозрачные, и чистые, покатилась их ослезка, стал немножко очищеный. Стой тихонько, стой в сторонке, про себя молитву пой, о тебе живой иконке, ангел радуется твой. В этот день на сцене были исполнены песни, стихи о России и русские народные танцы. Эти конкурсы имеют очень огромное значение в творении добра, в любви. Вы знаете, есть такое стихотворение, вот «Твори добро, нет больше радости, и жизнью жертвовать спеши, не ради счастья или сладости, а по велению души. Когда кипишь душой униженной, то от обиды и стыда не позволяй души обиженной сиюминутного суда. «Постой, пойми, поверь, действительно, все устанет на свои места. Ты добрый, добрый и не мстительный, оружие сильное, доброта». Вот сегодня прозвучали стихи о родине. Что самое главное, дети учатся любить родину, свою маму, своих близких всех, людей. От этого зависит будущее нашей страны. Я считаю, что это очень важно. Дети учатся любить, а любовь всегда стоит на первом месте. Полицейские регионального УМВД продолжают выявлять факты незаконного сбыта, употребления и хранения запрещенных курительных смесей. Данное направление является одним из приоритетных в деятельности полиции. 29 ноября в Ленинском районе Смоленска оперативниками был задержан 25-летний житель областного центра, который сбыл другому смоленину курительную смесь в крупном размере. В ходе личного досмотра данного гражданина полицейские обнаружили у него 19 полиэтиленовых пакетиков с веществом зеленого цвета растительного происхождения. Проведенное экспертное исследование показало, что изъятое у гражданина вещество является спайсом в крупном размере. В настоящее время подозреваемый арестован. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 ст. 228 Прим. 1 УК РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 ст. 228 УК РФ. Полицейские проверяют гражданина, но причастны к совершению аналогичных преступлений на территории областного центра. Напоминаем, что отправить информацию об известных фактах и лицах, торгующих курительными смесями, можно на странице интернет-проекта «Спайсом.нет». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова